Мы знаем. Вы слушайте. Радио Болткома. Мир не изменится, если мы не начнём с себя. Добро не появляется из воздуха. Его кто-то должен сотворить. Вместе мы это можем. Каждый вторник в 16 часов в эфире Радио Болтком. Программа «Зелёная лампа». А те, кто без нас не справится с бедой. И для тех, кто хочет помогать. Включи зелёную лампу, сделай звонок на благотворительный телефон. И подари надежду. Телефон для благотворительных звонков. 9-3-0-63-84. Плата за звонок 1 евро 42 цента. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Утро дождливое, но настроение у нас хорошее. В эфире «Зелёная лампа». Это программа для тех, кому нужна наша помощь. А тех, кто хочет помогать. Ведут её сегодня Ольга Авдеевич. Здравствуйте, здравствуйте. Я Рита Трошкина и гостья программы. Врач, руководитель проектов «Мам-кафе» и «Контакт». Сертифицированный ведущий образовательный групп поддержки родителей. Это важно. Ксения Соловьёва. Доброе утро, Ксения. Доброе утро, добрый день. Для тех, у кого уже день. Вот и опять продолжу мысль про дождливость. Вышли просто все с утра и, конечно, там ахнули дождь. Но вот вместе с Ксенией в нашей студии появились улыбки, какая-то радость. И это всегда так. Мы её давно знаем, и поэтому вот хотим этот момент зафиксировать. Спасибо. И мы знакомы давно с Ксенией, но ещё более, чем мы, наверное, с ней знакомы многие родители маленьких рижан. Потому что в её центре проходят постоянно уже много лет полезные тренинги и занятия, обучающие группы поддержки родителей. И вот мы об этом сегодня тоже поговорим. Она с нами поделится своим взглядом на ситуацию и какими-то полезными советами. А помогаем мы сегодня. Зелёная лампа включается в помощь пятилетнему малышу. Его зовут Кристоф Гулбис. У него с рождения очень тяжёлый диагноз, очень серьёзный ДЦП, детский церебральный паралич и ещё масса других осложнений. И мальчику очень нужен курс лечения в бельгийской клинике по уникальной методике АБР. Это, ну как, если в двух словах сказать, то это методика разработанная, такая эксклюзивная методика, разработанная для того, чтобы создать взаимосвязь между головным мозгом и телом. Чтобы мальчик мог владеть ручками, ножками. Мы уже один раз делали программу в помощи Кристофа. Где-то два года назад встречались с этой семьёй. И вот как раз тоже по этой программе он начал тогда заниматься благодаря вашей поддержке. Спасибо всем большое ещё раз. И есть маленькие, очень хорошие, позитивные результаты. Сейчас нужно это повторять. Стоимость годового курса, годовой программы, это четыре курса фактически, да, вот этих занятий в Бельгии, очень высокая, 9500 евро. Но мы надеемся, что мы как-то сможем помочь этой семье, потому что это действительно очень необходимо. Чуть позже ещё расскажем подробнее. Напоминаем, что наш телефон 9306384. Евро 42 цента за звоночек. Каждый звонок летит в помощь пятилетнему Кристофу. Ещё мы каждый раз подчёркиваем, что у нас очень адресная, очень целевая помощь. И вот наша программа на этой неделе, это вот как у нас гости наша Ксения, она ведёт группы поддержки родителей. А у нас вот эта программа всю неделю будет. Программа поддержки тоже вот этих замечательных, очень светлых, очень сильных мамы и папы, Эгия и Петерис. Особенно, конечно, мама, потому что всё это ложится на мамины плечи. И мы знакомы с ними лично. Мы всегда подчёркиваем, это не просто мы просим вас какую-то такую абстрактную поддержку и помощь. Мы были у неё в гостях. Они из-за болезни ребёнка несколько лет назад перебрались в родное местечко папы Петериса. Это даже не Баусский район и даже не сами Ветцумнеки, а Новоц Ветцумнекский. То есть домик, он в такой сельской местности, приходится им там очень, ну, непросто. Это непросто, да. В общем, очень просим вашей поддержки. И про маленькие успехи, вот Рита сказала, в принципе, для них это олимпийские, космические, прорывные успехи. Потому что на нашем сайте MixNews.lv в рубрике «Зелёная лампа», если вы зайдёте, посмотрите, мы опубликовали фотографию. Фотографию – это успехи в динамике. То есть что было с мальчиком, когда он просто как стебелёчек, как такой вот пёрышко-пушинка, да. И какой эффект дала эта вот терапия уникальная. Он начал держать голову, он начал сам сидеть. И он впервые обнял, смог ручками, у него начали работать ручки, за шею маму и папу. А что это значит? Это значит, что ребёнка можно нести на руках. То есть там такие тонкие вещи, с которыми сталкиваются родители тяжелобольного ребёнка. В общем, нужна поддержка и помощь. Наш телефон 9306384, евро 42 за звоночек. И счёт помощи, если кто-то может помочь больше, открыт в благотворительном фонде Be Open. И мы всегда подчёркиваем, напоминаем, с этих денег, поступивших на счёт, ни одного цента не берётся, ни комиссионных, никаких других отчислений. Полностью вся сумма идёт в помощь этому ребёнку. Напоминаем, что наша гостья Ксения Соловьёва, которая занимается постоянно поддержкой родителей, и родители её обожают. Мы вчера, когда поставили анонс, сразу, вот прям сразу, с первого момента пошли такие восторги, что вот я надеюсь, что нас все слушают сегодня. И мы хотим как раз об этом поговорить. Ксения, вот буквально в воскресенье прошёл шестичасовой марафон для родителей, да? Забег. Забег. Забег, да. О том, какие модели поведения мы демонстрируем, что такое эгоизм, что такое уважение. И вот фраза такая у вас на страничке. Со смехом и слезами, с открытиями и осознанием. Какие открытия в очередной раз случились? Что вас лично поражает? Ой, я, Оль, вернусь всё-таки к объятиям Кристопа, да, для меня очень символично, потому что это даже не про нести на руках, это про то, что в пять лет у ребёнка начинают, ну, если мы говорим про нормы типичных детей, да, у ребёнка начинают работать на лобной доле, развиваться больше, да. А что есть в такой лобной доле? Фронтальная кора – это воля, это осознанность, это принятие решений и умение нести ответственность за принятые решения. То есть в пять лет из такой биологической программы ребёнок становится уже homo sapiens. Ну, понятно, что, да, я сейчас утрирую, конечно же, это намного раньше происходит, но это прям вот иногда они в пять лет прям человеки-человеки становятся. Так вот, именно в пять лет по своему психоэмоциональному развитию ребёнок осознаёт, что есть любовь. До этого он в ней плавает, потому что если ребёнку до пяти лет спросить, а как ты думаешь, почему любит тебя мама или как тебя мама любит? Он удивляется, говорит, она же моя мама. И в пять лет они уже начинают понимать, да, что, например, когда мама устала, но делает мне чай – это есть любовь. Когда мама устала, но берёт меня на ручки – это есть любовь. Когда я капризничаю, но мама меня всё равно обнимает – это есть любовь. Ну, она бывает разная, конечно, эта любовь, да, но вот мне кажется, очень символично, что пять лет, и мальчик обнимает родителей. Это ещё и признак того, что это не только физического развития. Ведь он мог, я не знаю, там, уцепиться за ласкан пиджака, да, схватить маму за волосы. Он обнимает за шею. Это совершенно другая история, которая уже приобретает смысл. Вот. По поводу осознания, ну, я не знаю, Рит, мне кажется, осознание – это вообще такой процесс ежесекундный, да. Доктор, давайте вырежем мои внутренние монологии, это называется. Ну, например, для многих родителей, с одной стороны, к сожалению, а с другой стороны, к моей вяще радости, осознанием является то, что мы являемся примером поведения. Да, то есть, если, например, в ответ на какое-то, не знаю, грубое возмущение ребёнка, мы ему говорим «грубо не хами», да, мы считаем, что всё нормально, а мы даём модель поведения. Да, мы говорим, что именно так нужно, именно так можно. И вот эта вот картинка под постом, которую вы видели, да, когда мы там демонстрируем желаемое поведение, оно потом возвращается нам же, оно возвращается с торицей, потому что когда мы проявляем уважение к ребёнку с первых минут его появления, да, когда мы разговариваем с ним уважительно, когда мы ценим его границы, когда мы ценим его желания, когда мы видим его потребности, заметьте, я не говорю «исполняем», немедленно делаем то, что он хочет, а по крайней мере, как бы находимся на его стороне, повёрнутым к нему лицом, а не боком или спиной, то тогда это уважение нам возвращается. Ну вот у нас, к сожалению, нет шести или семи часов, чтобы сделать просто полноценный марафон, да, это можно сделать в центре у Ксении, но сейчас тоже что-то успеем, какие-то важные вещи вы слышите уже, да, мы проговорим. А это правда, вот эта мысль повторяется очень часто у вас, что, меняя своё поведение, мы меняем ребёнка, да? Вот были примеры есть такие? Не только ребёнка, Рит, вот мы сегодня с утра разговаривали, вчера, вчера, не с утра, всё смешалось, люди кони, вчера разговаривали с моей замечательной коллегой Наташей, да, которая говорит там, ну, Ксения, вот люди иногда, вот они то, то ведь. Я говорю, Наташ, мы с тобой можем демонстрировать то, как мы ведём себя, и ты вокруг себя на расстоянии квадратного метра демонстрируешь, я вокруг себя на расстоянии квадратного метра, ещё кто-то, да, и получается уже целая площадь. И чем больше таких людей, которые демонстрируют ассортивное поведение, поведение взрослого человека, который осознаёт и который конфликты решает осознанно, да, уважительно, принимая точку зрения собеседника, да, но не принимая её на себя, но это вообще тогда получается, что мы потихонечку становимся такими маленькими искорками, да, лампочками, которые зелёными, да, которые всё потом могут освещать. То есть делай на своём месте то, что должен. Конечно, конечно. И родительское место, оно вообще особенно важно, это не то слово, да, оно особенно значимое, потому что то, что я говорю всегда всем родителям, с которыми я работаю, да, вот эта вот замечательная песня Сансары, да, «Когда нас не станет». Ведь наши голоса, наши голоса, они будут звучать в головах наших внуков, не детей. В детских головах они будут стучать. Но вот эти модели поведения мы же передаём через поколение. Они иногда, вот эти паттерны прорываются, мы не понимаем, откуда. Из нас бабушки вылезают, дедушки вылезают. И как мы разговариваем со своими детьми, скорее всего, в момент отчаяния, в момент усталости, в момент страха наши дети будут так же говорить со своими детьми, даже если они этого крайне не хотели. Но в самые тяжёлые моменты мы выдаём самые неприятные модели поведения, которые в нас вбиты. И есть возможность менять в любом возрасте всегда. А с чем чаще всего родители приходят? Ну, слушай, на самом деле мне повезло. Мне прямо вот очень везёт. Ко мне родители приходят, можно я скажу, как есть? Да, я смеюсь, я говорю, ребят, мы периодически, вы зажрались, у вас всё хорошо, вы просто хотите, чтобы у вас было лучше. Но сейчас, к счастью, всё больше и больше я вижу людей, которые действительно хотят простроить доверительные отношения со своими детьми, не будучи директивным родителем, не будучи родителем, которые приказывают и, ну, строят ребёнка, да, ну, как бы люди сейчас, вот есть замечательные книги, да, у Франсуаза Дальто, на стороне ребёнка, на стороне подростка. Вот я всё больше и больше к своей радости, удовлетворению вижу таких родителей, которые поворачиваются. Не у всех получается, не у всех получается, потому что мы все были детьми, у нас разные модели, ну, как бы в голове поведения, да, и мы зачастую, вот как раз на последнем интенсиве девочка одна сказала, я пришла за инструментами, потому что мне моих инструментов не хватает, со мной обращались так, а я не хочу так, я хочу по-другому, а по-другому я не умею. Это осознание такое. Это осознанность, это правда, осознанность, ну, вообще осознанное родительство, это то, что вот как раз те семьи, которые вы курируете, это осознанное родительство. Осознанное родительство – это когда ты продумываешь реально каждый шаг, и когда, например, мне кто-то после курса говорит, Ксения, лучше бы к тебе не приходил, да, для меня это один из самых таких значимых комплиментов, потому что человек начинает отслеживать, что он говорит, как он говорит, потому что ведь иногда мы, говоря одно, подразумеваем другое, у нас есть иллюзия, что нас все поняли, все обязаны нас понимать, да, и мы обижаемся, что нас не поняли, да, а в этот момент, когда как бы проанализировать, что ты сказал или что ты сделал, понятно, что это вообще не в ту сторону. Осознанное родительство – это такая история, когда ты, ну, не знаю, сеешь семена, взрыхляешь почву, подбираешь удобрения, направляешь свет, вовремя закрываешь тень или снимаешь наоборот вот это вот современное покрытие, да, которое там защищает. Это очень сложно, это очень сложно. Вот что характерно у нашей гости, у Ксении, да, у неё замечательная семья, два сына чудесных, муж, и вот, то есть это не просто слова, а это практика, да, такая вот. И я всё время говорю, что ведь в эту профессию меня привёл старший сын. Меня привёл старший сын, потому что, когда он появился на свет, вся история родительства, которая была у меня в голове, ну, я себе представляла, да, там, красивые коляски на каблуках, ну, как мы все это себе представляем, вот, он с первой секунды своего рождения показывал, что, собственно, всё будет не так, как ты, мама, хочешь, и надо так, как я хочу. И в какой-то момент у меня чудесные родители. Я залюбленная до, я не знаю, там, до кончиков волос, ногтей, всего. То есть у меня невероятная папа, невероятная мама, чудеснейшие. Я сейчас вот анализирую своё детство, и я думаю, что если бы у меня был такой ребёнок, как я, ну, я бы, наверное, бы сидела за детоубийством. Я так думаю. Вот. Самокритично. Ну, да, потому что я и в люке проваливалась, и на заборах висела, и уезжала с соседями за грибами, не предупреждая никого в 6 лет. Ну, всё началось с того, что мама меня годовалую потеряла за кулисами театра. Ну, то есть, ну, как бы, мама у меня театральная художница, она отвернулась, я тут же исчезла. Мне был год. Ну, как бы, с этого всё и началось. Вот. Так вот, он очень чётко заявлял о своих границах, их нельзя было нарушать. И я в какой-то момент поняла, что у меня нет инструментов. Я просто села к компьютеру, начала искать, да. И первое, что он мне выдал, это был центр Дардадзе, мой любимый, это мои учителя, и сейчас это мои партнёры, коллеги. Вот. И я им позвонила, говорю, вот так и так, я не справляюсь. Они задали вопрос, который я себе приватизировала. Я его тоже задаю родителям. Они говорят, вы хотите, чтобы мы работали с ребёнком? Я говорю, ну, нет же, конечно же. И я попала в группу Берн Эмоционал Ауди, на эмоциональное воспитание ребёнка, где уже на третьем занятии выдохнуло. И когда закончила эти курсы, училась я у Тани Кутузовой, Оли Глузы, замечательных наших рижских специалистов. Таня филиграннейший психотерапевт, Оля эрготерапевт. Это удивительные люди. Оля очень много... Это программа от Спириенс, она в ней очень много работала. Вот. И когда всё это закончилось, я пришла и сказала, я тоже хочу. И со своим хочу я попала к Инге Скрету Липушке, у которой я была первой латышско-неговорящей студенткой в принципе. И вот с этого началась моя история. Янка, которому сейчас 16,5, который очень чётко понимает, чего он хочет. Он первый из четырёх русскоязычных медиаторов-подростков в Латвии. Он уже получил профессию медиатора в прошлом году. Он умеет договариваться, он простраивает отношения, он корректен. Он работает. Младший тоже такой светлый, яркий, прекрасный. И вот я всё время смотрю на Янку. Это тот человек, который грозил стать трудным ребёнком. Просто я вовремя увидела, что мне с ним трудно. Не он трудный, а мне с ним трудно. И вот из этой позиции, когда мне с ним трудно, а это же самый близкий человек, ты учишься с ним договариваться. И это чудесно, мне кажется. Ксения, вот вы сказали фразу, что когда появился ребёнок, у вас был собственный какой-то такой план, видение, как это будет. И получилось всё не так. А вот, скажем, родители тех детей, о которых мы рассказываем каждую неделю, с которыми мы знакомимся, вот такие семьи, там получается, когда на руках у этих родителей оказывается ребёнок, который не то что перечёркивает... С которым никогда не будет так. Да, не только планы, а он перечёркивает просто вот жизнь. С жизнь переворачивает. Да, то есть жизнь, она заканчивается, она меняется, и родители вынуждены просто начинать другую новую жизнь в других каких-то совершенно моделях. И это удивительные люди, мы не перестаём удивляться и восхищаться, да, потому что надо иметь какие-то такие внутренние резервы, основания, опоры. А вот как специалист по поддержке родителей, вот на что опираться можно таким людям, таким семьям? К вам же обращаются тоже с тяжёлыми детками, с тяжёлыми диагнозами. В меньшей степени, к сожалению, потому что, увы, вот эти программы, они разработаны для родителей нормотипичных детей. Но, конечно же, есть родители детей с расстройством мутичного спектра, есть родители детей с синдромом Дауна, и там тоже можно помочь. Есть родители детей, ну, с разными нарушениями, да, у меня есть одна мама, у которой два ребёнка с генетическими синдромами, и это всё делается, вот о чём мы с вами говорили до эфира, для себя в первую очередь, да, ведь чтобы не разрушиться. Ну, вот так случилось. Случилось, ну, давайте называть своими именами горе, да, потому что пройдя 9 месяцев, 10 лунных месяцев ожидания, да, ведь не зря ожидания, да, создания чуда, и появляется ребёнок. Ещё большая трагедия в семье случается, когда ожидали здорового ребёнка, и в родах что-то пошло не так, да. Вот я просто, меня очень в истории этой недели про маленького Криста потронула этот момент, что мама признала, что когда ей сказали, что ребёнок будет лежачим, да, что он будет тяжёлый, что никогда никаких там шансов у него на какую-то осознанность не будет, она думала о том, что как она боялась расстроить своих родителей, которые ждали этого внука. Он был очень, ну, такой долгожданный ребёнок, его ждала вся семья. И вот у неё был жуткий стресс. Она не знала, как сказать маме с папой. Это про бережность к близким. Ну, это вот про то, что мы, находясь в каком-то своём горе, успеваем подумать о близких. Мне кажется, это такие вот невероятные гуманные ценности. Ведь про опоры, мне кажется, когда ты знаешь зачем, ты переживёшь любое как. Да, это ведь вот эта фраза, которую приписывают Ницше, Фрому, да, я думаю, что они все приблизительно одно и то же говорят, только разными словами. Ведь это про то, что ответственность всё равно на мне лежит. Если человек готов принять эту ответственность на себя, да, за ребёнка, за родителя, за котиков, да, которые там в чём-то нуждаются, за прохожую девочку, которая плачет, да, ведь мы в этот момент становимся для себя ценнее. Я себе не даю расчеловечиваться. Я, ну, как бы, я не перестаю внутри себя быть человеком. И про родителей, особенных детей, Оль, ну, мне кажется, опора, ну, это опять же мои ценности. Это опять же мои ценности. Если я внутренне не предам себя, да, ну, то есть если я оставлю этого ребёнка, я предам себя. Ну, невозможно жить. Я не смогу потом с собой жить, я буду себе гадок. Для кого-то это нормально, ну, ну, как бы, да. А для кого-то одна мысль о том, чтобы оставить где-то ребёнка, котика, бабушку, кого угодно, да, она просто, ну, является отвратительной. Ты отвращаешься от себя. И это про личность. То есть родители ваших подопечных – это все очень крепкие личности, да, у которых есть какие-то невероятно крепкие внутренние опоры. И у каждого она своя. У кого-то это милосердие, у кого-то это любовь, у кого-то это жизнь, у кого-то это, возможно, забота, да. Но это все гуманистические ценности, которые нам позволяют внутри себя оставаться человеком. Вот я хочу зачитать, как мама, у неё опора, для себя она решила, что это любовь, да, вот что такое любовь, да, она, любовь, она очень многообразная, это любовь к родителям, может быть, любовь к супругу, да, к партнёру, к природе, к животным, ну, в принципе, вот к миру, да. И Кристо пришёл в этот мир со своим посланием. Он научил меня тому, что любовь – это безусловное приятие, принятие. Вот просто надо принять, и всё. И она ничего не требует, ничего не ждёт. Любить – это отдавать себя, не ждать ответной благодарности. Благодарить за то, что этот человек просто у тебя есть, что ты его видишь, чувствуешь, что он есть на этой земле. Любовь рождает и умножает лучшее в человеке, побуждая переступать через свой эгоизм. Мы это часто слышим. Мне говорят, что раньше я думала, что любовь – это другое. Вот как раз в воскресенье мы с родителями тренируем просто коммуникативные навыки. Как говорить, чтобы нас слышали. И я говорю, вот я подросток, объясните мне, зачем мне вас информировать, где я нахожусь. Да, вот интересно. Но ведь с точки зрения подростка, проинформирую, где ты – это о чём? Ограничение свободы. Это контроль. Это контроль. А я личность. Я могу. Имею право. Они ещё считают, что со мной ничего случиться не может. Это у них в голове, это да. Это нормальное поведение подростка. Они бессмертны. Они так думают, что они там с заброшки прыгают, а они бессмертны. Это особенность подросткового возраста. Иначе бы они не совершали таких дерзких открытий. Это наше устройство. И вот я прошу родителей, объясните мне. И одна мама говорит, мне важно знать, где ты находишься, потому что я тебя люблю, и мне надо это знать. И я повторяю эту фразу, говорю, что вы в этой фразе слышите? Я тебя люблю, и мне надо. Да, мы слышим запрос. Помоги мне. Мы слышим потребительство. Мы слышим условия. Мне для меня надо. Мне для меня надо. И это нас просто в противоположность ставит, противопоставляет. А когда я говорю, что, слушай, ну вот тебе, прости, не повезло, тебе досталась тревожная мать, и поэтому, когда ты куда-то приходишь, пожалуйста, сообщи мне. Мне важно знать о твоей безопасности, чтобы что-то, когда случится, с тобой, конечно, ничего не случится, но если вдруг что-то, я бы сорвалась и тебе помогла. Это для меня условия твоей безопасности. А мне важно знать, что ты в безопасности. Конечно, он говорит, что со мной может случиться, но здесь уже я даю. Я не забираю тебя, а я даю тебе. Так вот, мама Кристопа, она, мне кажется, формулирует одно из важнейших философских понятий, безусловной любви, когда мы даем от избытка. Я даю тебе не потому, что я хочу от тебя получить. Я пришла к вам на программу не потому, что я хочу, чтобы вы сказали, что я Ксения Соловьева и руководитель каких-то проектов. Я прихожу к вам, потому что мне есть что дать. У меня этого много. И мама, она дает, потому что в ней много этой любви. Потому что, возможно, ее контейнер напитан партнером. А еще там очень интересная ситуация. Я просто призываю, зайдите на MixNews.LV в рубрику «Зеленая лампа». Прочитайте история. История очень трогательная. И такая она поучительная. Она с такими жизненными смыслами. Мама и папа, Эггия и Петрис, они были знакомы с ранней юности. Они пересекались, встречались, но между ними никакой искры не вспыхивало. И только спустя много лет, уже в очень зрелом возрасте, они, когда снова встретились, вот тут оно и произошло. И потом, когда у них появился вот такой ребенок, они поняли, что просто им сверху не разрешили быть сразу вместе. Они были не готовы. Они не были наполнены этой любовью, этой осознанностью, ответственностью каким-то. Они не развились до той степени, чтобы у них на руках оказался вот этот ребенок. И они его приняли как какой-то своего рода должный подарок. Ну вот опять же, то, что Эггия и Петрис пять лет уже ведут по жизни Кристопа, или Кристоп их ведет, да, по жизни тут такой спорный вопрос, кто кого, куда, да. Но ведь если взять статистику, каков процент отцов остается в семьях, когда появляется особенный ребенок. Больная тема. Да, ну потому что мужчина не готов, к сожалению. В женщине действительно больше жертвенности, больше принятия, больше умения заботиться. Но кто эти умения прививает? Ведь смотрите, у нас с вами какой есть стереотип про мальчика и плач. Что мальчик не должен плакать. Мальчик не плачет. А ведь психически мальчишка, даже если вспомнить исторически, мальчики всегда жили до определенного возраста на женской половине. Да, потому что он находится, он более близок к маме. Они очень чувствительные, они очень нежные, они переживательные, у них глубокий эмоциональный контейнер, да, у них меньше окситоцина в голове, поэтому чужая эмоциональная боль и физическая, да, для них непонятно. То есть они как бы своя боль им понятна, а чужая нет, у них мало окситоцина. Его надо научать этому. Это нормально, да. И мама, именно мама может научить будущего мужчину всему спектру заботы и принятия. Американцы уже выдали прекраснейшую статистику, которую я прямо запиливаю родителей, что мальчики, у которых были принимающие мамы, они долгосрочные браки создают и более счастливые. Они понимают женщину, они понимают, что с ней происходит, потому что его мама научила. Ведь забота – это всего лишь навык. Это всего лишь навык. И когда мама плачет, заходит мальчик, мама говорит, оставь меня одну, мальчик получает модель, чтобы человеку сделать хорошо, любимому, его надо оставить одного. И потом, когда его любимая женщина плачет, он такой, о, ну всё, ей надо одной побыть. Пожалуйста, спрячусь. Да, пожалуй, спрячусь. Это всего лишь забота. Когда мы говорим, что там, обними меня, дай мне платочек, налей мне стакан воды, просто погладь меня по голове, он сначала удивляется, потом научается. А если мальчик этому учится с самого детства, да, с самого раннего детства, это получается потрясающий мужчина. Слушайте, я вот всё-таки у нас время стремительно исчезает куда-то, в чёрную дыру. Да, я хочу про зеркальные нейроны, я не могу, мне это очень понравилось, очень люблю эту тему, и у Ксении на страничке я как раз прочитала рассуждение публикации о зеркальных нейронах, как в своеобразном механизме, помогающем людям понимать друг друга. То есть это как какие-то переключатели поведения, да, помогающие нам. Ну объясните, вот как для чайников, что такое зеркальные нейроны? Это специальное устройство у нас в башке, которое помогает нам. Отражает, да? Которое помогает, вернее, даже не помогает, это специальное устройство в башке, которое настраивает нас на ту среду, в которой мы находимся. То есть если мы находимся в среде, где все плачут, гундят, говорят, что да, там всё серо, и у вас никогда ничего хорошо не будет, постепенно мозг, он к этой мысли как бы приучается, да, ну потому что же всё транслируется, да, и создаётся в голове такая картинка. Виктор Франкл ещё до открытия зеркальных нейронов произнёс потрясающую фразу, ну вообще сейчас, я считаю, время перечитывать, переслушивать Франкла, и лома, ну то есть это вот Любавический хребе читать и так далее, и так далее. Так вот, Франкл, он говорил, мы там, где наше сознание. И если наше сознание в межъягодичном пространстве, то там оно и находится. Да, а если мы поднимаем себя, помните, как Мюнхгаузен заволся из болота, да, ведём к людям, которые улыбаются, которые, не знаю, там, дарят друг другу какие-то там мелкие... Несмотря ни на что. Иногда даже вопреки, иногда даже вопреки, да. Это тоже навык, он тоже простраивается. Поэтому сейчас единственное, реально единственное, на что мы можем повлиять, это наше окружение. Мы не можем повлиять ни на экономическое пространство, ситуацию, ни на политическую ситуацию, ни на климатическую ситуацию. Мы не можем на неё повлиять. Но на окружение мы повлиять можем. Да, и, например, когда нам говорят, там на улице Ксения дождь, я говорю, да, дождь. Но он тёплый дождь. Классно. Ну, как бы летний дождь, да. Или, например, там, что ребёнок никогда не будет ходить. Да, в вашей картине мира он не будет ходить. А в моей картине мира он будет ходить. И, скорее всего, у Огии Петериса он пойдёт. Потому что у них другая картинка мира, у них другая оптика в глазах. То есть есть люди, которые встроены серой оптикой, её можно тоже менять. Но это работа. Не всем эта работа нравится. Не все хотят эту работу. И здесь очень важно не только то, что окружение себе создать, где тебя любят, тебе улыбаются, какая-то близкая твоей картинка мира, но и самому. Прежде всего. То есть самому. Прежде всего. То есть чтобы с тобой было тоже другим хорошо. И вот тогда идёт тёплый летний дождь, надеваем красиво белое платье, берём лаванду в руки, идём и рассказываем людям. Белое платье, знаешь, почему надела? Потому что красиво. Для меня это нет. Выбор у меня стоял между платьем цвета Фукси и белым платьем. Но с утра сегодня, когда я поставила ролик Аси Казанцевой на Фейсбуке в дождливое летнее утро, завтрак с Аси Казанцевой, значит, у меня там комментариев миллион, что её слушать невозможно, и вот она такая сякает, тра-та-та. И я, у меня есть белое пальто, я его надеваю, чтобы, ну, как бы, белое пальто для меня символ того, что я тоже периодически говорю гадости и неумные вещи. Это такой своего рода щит. Понимаешь? Ну, то есть как бы я надела белое платье и думаю, ну, вот, не нравятся люди Аси Казанцевой. Они имеют на это право. Инструментарий такой. Это да, это для меня инструмент. Нет, просто красиво. Итак, наша замечательная собеседница, те, кто слушали нас, наверняка подумали, что можно обращаться к такому человеку за какой-то там поддержкой, помощью, консультацией, если с ребёнком что-то у вас не складываются отношения, или у вас какие-то свои родительские вопросы и проблемы возникают. Ксения Соловьёва на Фейсбуке есть, страничка так и называется. Она открытая. Проект Мам-кафе, страничка есть на Фейсбуке, можно обращаться, Центр Контакт. И можно я ещё вставлю, да, обязательно про Мам-кафе. То есть мы с Мам-кафе познакомились очень давно, когда делали какую-то акцию в детском доме, и нам негде было складывать эти подарки, которые вся Рига собирала, вся Латвия. Мы позвонили Ксении случайно и говорим, а можно у вас, Мам-кафе, поскладывать эти подарки до того, как мы их отвезём? И Ксения так вздохнула, сказала, куда же я денусь? Конечно, можно. Совершенно не зная нас, мы тогда первый год ещё работали, или второй. Вот, и с тех пор вот как-то мы и следим за вами, и дружим. Так вот, про Мам-кафе. Это место, дорогие наши радиослушатели, где вы можете, куда вы можете прийти, и вам там будут рады, и там проходят и беседы с интересными людьми, и дегустации вина периодически. И вообще там можно просто очень вкусно пообедать, посидеть. Мы говорим это специально, потому что хотим, чтобы вы туда сходили. Это очень вкусное место. Знаешь, для меня недавно стало открытием, ну, как недавно, ну, знаешь, время сейчас, оно как бы три года, это уже недавно для нас, вот, что в Мам-кафе приходят люди не только с радостью. И для меня это реально такой очень трогательный, важный знак, что, например, когда у человека случается какая-то беда, он приходит к нам, и он понимает... Как близким людям. Да, как контейнер безопасности. Это реально. Мам-кафе – это контейнер безопасности. Адрес скажем. Если вам позволяет. Конечно. Это информация, полезная информация для родителей. 156, страничка на Фейсбуке рабочая, и вся информация всегда там. И добавим ещё, что во время пандемических лет двух, да, вот это было то место, которое, как Ксения формулировала, помогало усталым мамам. То есть у них была программа, бесплатно можно было позвонить и заказать. Эту программу запустил замечательный наш Габриэль Левинцев, фриер, мальчик чудесный вообще, тоже, мне кажется, творится. Ну, подключились, подключились те, кто мог. Каждое утро. Нет, он пришёл ко мне и сказал, Ксения, у меня есть деньги, давай кого-нибудь, давай кормить стариков. И я говорю, ну, слушай, стариков кормят все. Ну, вот вокруг, я вот знала, там и еврейская община кормила, там ещё кто-то. Вот, я говорю, вот не кормят уставших мам. Вот перед тобой сидит женщина, которая пришла и сказала, я не хочу готовить, я устала, накормите меня. Вот, и он такой говорит, ну, нет, это не будет, наверное, работать. Ещё пробегал мимо мой муж, говорит, ой, нет, не будет работать. Я говорю, слушай, давай попробуем, если ничего не получится, то, как бы, мы можем передумать проект. Я написала в 9 часов вечера, это был конец апреля первой волны пандемии, по-моему, 24 апреля, в 9 часов вечера я написала пост. До часу ночи мы с Габриэлем рыдали, потому что до часу ночи у нас уже было 600 комментариев и 8 тысяч репостов. А в 6 утра был первый звонок, в 6 утра меня спросили, это правда? Я говорю, да, и человек распакался. Вот, и вот эта вот женщина, наша гостья сегодняшняя, Ксения Соловьёва, и её команда замечательная, они это делали, и бесплатно развозили еду, и просто поддержали огромное количество людей. А программа наша подошла к концу. И мы не сказали, что спасибо огромное всем, потому что девочка, которой мы просили помощи, для которой на прошлой неделе, Алисия Стародубец, 5 лет, нужен был тоже важный курс терапии, вся сумма собрана. Да. Знаете, мне кажется, ещё вот очень важно, там, завершая эфир, сказать, что, вот Оля, то, о чём мы успели сказать, что люди невероятные. Невероятные. Невероятные просто. Когда, там, ты знаешь, что у неё, не знаю, она там одна с тремя детьми, и это, ну, очень тяжело, она переводит там какие-то деньги на счёт кому-то. Или вот приходит и говорит, Ксения, вот у меня есть 50 евро, что мы можем сделать? Или объявляются сборы, когда мы понимаем, что, ну, нам государство говорит, собирайте уже на отопление, там, то и сё, а люди всё равно помогают. И это ещё тоже, ещё один из инструментов профилактики расчеловечивания. То есть адресная помощь, когда мы знаем, что, возможно, вот этот вот один евро сорок два цента, он становится маленьким звеном в развитии нейронной связи маленького Кристопа Гулбиса. Ты понимаешь, потом ты его видишь, который идёшь, и ты думаешь, блин, вот этот вот наномикро, евро сорок два, у него в голове от меня. И ты человек в своих глазах. Мы все помогаем ради себя. Замечательные слова. Вот на этой фразе мы прощаемся с вами. 9-3-0-6-3-8-4, номер телефона, евро сорок два цента за звоночек. И банковские реквизиты для перечисления помощи в фонде BeOpen, официальный счёт, никакие проценты не идут, целевой счёт, конкретно Кристопу, MixNews LV, рубрика «Зелёная лампа». До свидания. С нами была Ксения Соловьёва, вели программу «Ольга Авдеевич» и «Рита Труцкая». До следующего вторника.